В пьесе Тома Стопарда «Берег утопии» есть один интересный эпизод. Александр Герцен, размышляя о происходящих в России начала XIX века изменениях, обращает внимание на разницу между видимым, тем, что лежит на поверхности, и тем, что происходит на самом деле. И вспоминает в связи с этим детскую картинку-загадку, когда в газете опубликованы две, на первый взгляд, совершенно одинаковых иллюстрации. А под ними подпись. Что не так на этой картине? Присмотревшись, ты действительно обнаруживаешь, что на часах не хватает минутной стрелки, предметы отбрасывают тень в какую-то неправильную сторону, а на небе одновременно нарисованы звезды и солнце. Сегодня, сейчас, я хочу задаться таким же вопросом, что не так на этой картине. Применительно к реальному физическому миру вокруг нас. И обратить уже ваше внимание на разницу между видимым, кажущимся и тем, что происходит на самом деле. Слепой человек в машине, которая едет сама. Грузовые корабли, на которых не предусмотрено место для членов экипажа. Курьерская доставка, выполняемая беспилотным летающим аппаратом, он же «Трон». И, наконец, рутинная подводная инспекция, выполняемая роботом. Что не так на всех этих картинах? Вещи, предметы, они ведут себя странно. Они приобретают самостоятельность. Внешне мир не изменился. Я уверена, что никто из вас по дороге на это мероприятие не увидел на улице ни армии гуманоидных роботов, ни сотни летающих в воздухе машин. Но под внешне совершенно привычной той же самой оболочкой скрывается принципиально иная суть. Научная фантастика становится реальностью. Не так, как мы привыкли ждать этого с детства. И не так совершенно точно, как нас приучили этого ждать голливудские блокбастеры. Это очень тихая революция, в которой вещи вокруг нас начинают видеть, слышать, анализировать и принимать решения, независимо от нас. Но у меня нет никаких сомнений в том, что это тихая революция по своим масштабам и фундаментальности. Многократно произойдет все технологические революции, которые некоторые из вас, присутствующих в этом зале, успели пережить за последние пару десятков лет и испытать их на себе, будь то смартфон, интернет или персональные компьютеры. Человек в сегодняшнем мире, он как Алиса в саду, в котором заговорили цветы. Алиса в саду интернета вещей. Или, если быть более точный, интернет всего. The Internet of Everything. Я сделаю небольшое отступление. Некоторые из вас, возможно, могли уже задаться вопросом, как так произошло? Кто или что дал вещам вокруг нас право и возможность видеть, думать, слышать и принимать решения? Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Бас Улдридж. 20 июля 1969 года бортовой компьютер на борту Апола 11 помог этим трем приятным джентльменам высадиться на поверхность Луны. Впервые в истории человечества. Мощность этого бортового компьютера была примерно сопоставима со средней руки перепрограммируемым микрокалькулятором. Обычный смартфон, который каждый из вас, присутствующих в этом зале, держит в руке, в кармане, в сумке, превосходит мощность бортового компьютера Апола 11 в сотни тысяч раз. При этом, будучи в сотни раз легче. Некоторые из вас, технари, могут сказать, ну что здесь в этом такого, здесь нет никакой новости, это всего лишь закон Мура. Скучный, понятный, всем давно известный. И вы будете правы. Что дает вещам возможность стать самостоятельными, думать, видеть и слышать. Это сенсоры. Это датчики. Маленькие кусочки кремния или любого другого подходящего материала, которые, будучи вмонтированными в предмет, позволяют ему собирать данные об окружающей среде. Так вот, благодаря закону Мура, который все это время, пока мы уже успели о нем забыть за последние несколько, пару десятков лет, он все еще продолжал тихо работать за кулисами и проносить свои плоды. И в сочетании с довольно неожиданным эффектом от массового производства смартфонов, это привело к тому, что вот эти самые датчики никогда еще до настоящего момента в истории человечества не были, с одной стороны, настолько доступными, а с другой стороны, настолько мощными и многофункциональными. Вы уже могли, услышав все эти технические подробности, начать задаваться вопросом, а при чем здесь вообще вы? Многие из вас, я уверенна, в этом зале, надеюсь, не программисты, не разработчики, вообще не технари. Никогда до этого момента в истории человечества вы не могли выйти на улицу в один совершенно ничем не примечательный солнечный день и не быть уверенными в том, что вы видите. Вы больше не можете доверять своим собственным глазам. Совершенно привычный предмет, знакомый вам с детства, вы прожили с ним всю жизнь. Стул, книга, дорожное покрытие, здание, что угодно. В этот самый момент, когда вы на них смотрите, они могут следить за вами, они могут разговаривать друг с другом, они могут даже общаться с холодильником или стиральной машиной, которую вы оставили позади себя дома. Любая вещь, на которую вы посмотрите, она может оказаться умной, она может оказаться умнее вас, она может оказаться роботом, и вы не будете иметь об этом ни малейшего представления. Это умный сенсор внутри вашего автомобиля, который разговаривает с вашим смартфоном и помогает вам водить лучше, чтобы экономить бензин и сокращать выбросы в атмосферу. Ну и заодно он расскажет вам, почему у вас опять загорелась на приборной панели эта странная лампочка. Это умные мусорки, работающие на солнечных батареях, которые собирают информацию о том, как часто и как быстро они заполняются, передают всю эту информацию властям, которые уже принимают решение, где должны стоять мусорки, как часто они должны вывозиться. И опять-таки в это самое время, сокращая и расходы на бензин, машин, которые приезжают за этим мусором, и выбросы в окружающую среду, которые происходят в результате ненужных циклов переработки этих отходов. Это самый умный мост в мире. Мост Джинга в Южной Корее. 600 сенсоров каждое мгновение 24 часа в сутки следят за надежностью и степенью износа его носящих конструкций. У меня нет никаких сомнений в том, что изменения коснутся и более интимных, более эмоциональных, что ли, частей нашего бытия. Мы начнем по-другому ухаживать за нашими пожилыми родителями. Сенсоры, которые говорят нам, вовремя ли они приняли лекарства, ходят ли они гулять, регулярно ли они питаются, которые в конце концов информируют вас о том, если, не дай бог, ваша бабушка или ваш дедушка упали, им требуется ваша помощь. Просто поставьте несколько сенсоров в правильных местах их дома, и с этого самого момента вы начнете получать ответы на эти вопросы. Самое главное, им ничего не понадобится для этого делать. На этом ребенке умная одежда, которая в режиме реального времени информирует родителей о том, дышит ли их ребенок, как у него температура, как она меняется со временем. Конечно, анализирует все эти данные умными алгоритмами, пытаясь понять, нормально ли развивается ребенок, и нет ли каких-то признаков надвигающейся болезни. Мы с вами будем по-другому любить. Рэй Курцвейл, от его мнения стоит прислушаться, считает, что уже через каких-то 15 лет все описанное в фильме «Она» станет реальностью. Молодой человек, который влюбился в собственную виртуальную операционную систему, у него нет ничего, кроме голоса и имени. Масштабы происходящего. Через каких-то 5-6 лет в мире будет насчитывать от 40 до 80 миллиардов долларов вот таких вот умных, внешне ничем не примечательных, но подключенных к интернету вещей. На самом деле никто не знает, сколько точно их будет. Человечество не очень хорошо делает прогнозы и предсказания. Для перспективы каждый житель на Земле мужчина, женщина, ребенок будет на ежедневной основе общаться примерно с 10 такими умными, подключенными к интернету устройствами. мы с вами живем в очень интересное время. И нас ждет с вами не менее интересное будущее. Но я хочу сделать шаг назад и снова задаться вопросом. Что не так на этой картине? Какая, быть может, совершенно другая суть прячется под этой внешней такой радужной оболочкой? Вернемся ненадолго. Что сделала вещь умной? Датчик, который собирает данные. Много данных. Очень много данных. Каждое мгновение, без перерыва. И таких устройств от 40 до 80 миллиардов штук на планете. Кто будет собирать все эти данные? Где они будут храниться? Кто будет следить за тем, что к этим данным не получил доступ кто-то, кто не должен был получить? Что произойдет с интернетом вещей, если с интернетом начнутся проблемы? В один прекрасный день вы просыпаетесь и все ваши умные холодильники, телевизоры и тому подобное больше не разговаривают. С интернетом кабель оборвался. Что тогда? Я не знаю, как и вы, но лично я уже испытывала некоторые сложности с тем, чтобы следить с Facebook, Twitter, Instagram, чтобы читать новости. Я уже давно не мечтаю о том, чтобы хотя бы быть в курсе происходящего в мире вообще. Я мечтаю быть в курсе того, что происходит в моей собственной индустрии. А что произойдет, если каждая вещь вокруг вас захочет поговорить с вами, захочет кто-то вам сообщить, что тогда произойдет с нашим мозгом, сознанием и интеллектом. В гимнале 2014 года, всего несколько месяцев тому назад, была зарегистрирована первая в истории атака на устройство интернета вещей. Умный телевизор и умный холодильник были использованы хакерами для рассылки спама. И, конечно же, их хозяева ни о чем не подозревали. Эти устройства были всего лишь подключены к интернету. Пару недель тому назад я наступала на одной крупной технологической конференции. Мы вместе с друзьями рассуждали о будущем интернета. Говорили, конечно же, про интернет вещей, про данные, как их будет много, как их нужно защищать. Наконец, после нашей двухчасовой дискуссии, в зале поднялся священник настоящий. Не знаю, как он там оказался. И задал нам всем вопрос. Дорогие господа докладчики, вы очень много говорите о том, вот данные, вот защита, безопасность, как все серьезно. А мне приходило в голову, что, быть может, человека пора защищать, а не данные. Конечно, его никто не стал слушать, и, в общем-то, его вопросы и ответ оказались совершенно затертые и замыленные. В мире, где каждая вещь станет умной, где каждая вещь станет подключенной к интернету, может быть, уже слишком поздно задаваться вопросом, зачем, или, а что теперь? Технология это всего лишь средство и самоцель. И вот эта вот новая технологическая революция это наш с вами шанс начать жить не только возможно комфортнее, но и качественно лучше. Каким будет это будущее? Как будет выглядеть эта революция? Зависит от программистов, маркетологов, инженеров, предпринимателей, дизайнеров, от потребителей. Она зависит от нас всех, от всех присутствующих в этом зале. Я как человек, инвестирующий в это светлое, я надеюсь, будущее, очень хочу, чтобы ответ на вопрос, что не так на картине, либо вовсе не имел смысла, либо имел смысл исключительно позитивный. А как хотите вы? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ